Особое мнение на 101FM На сайте потом можно будет что-то переслушать Если вы вдруг не все успеете Мы с Ольгой сегодня договорились Говорить, понятно, раз родительский контроль То о проблемах родителей и детей Ну и вообще обо всем, что связано с детьми В том числе Очень острая проблема Летом, мне кажется, всех она волнует Это история с тем, что дети идут в школу Вот уже меньше двух месяцев Остается до этого для кого-то счастливого события Для кого-то не самого веселого И с апреля фактически, да, я так понимаю У родителей, тех, кто только-только идет в школу В первый класс Большая головная боль Как записать ребенка в школу Много лет об этом говорилось О том, что проблема с садиками Цветочками покажется В сравнении с тем, что будет через несколько лет Когда дети пойдут в школу Потому что в садик-то еще Ребенка ты можешь не отдать Как-то там с бабушкой он посидит Или еще куда-то А среднее образование у нас обязательное для всех И детей куда-то надо устраивать И каждый год мы сталкиваемся с проблемой Густонаселенные районы Школы Либо их нет, либо их не хватает И родители бедные, несчастные Все время жалуются Что так же, как с садиками А они и детей Из чистых прудов вынуждены возить По-моему, в Дороничи Да, Ольга? Если я верно помню Ну, то есть вот собрание было на прошлой неделе По поводу 25-й школы В 25-й школу в этом году изначально была информация о том, что попали только льготные категории Льготные категории это у нас в основном братья и сестры То есть те, у кого уже дети старше учатся в данной школе Прописка в данной ситуации не важна И это МЧС, УФСИНы, учителя, врачи То есть как бы тоже эти люди относятся к льготной категории Но у них прописка должна быть Но это как бы имея эту прописку и имея льготу Соответственно, они встанут вперед в списке тех детей Кто просто по прописке Да, и в этом году получилась ситуация, что в 25-й школе у нас Сначала изначально попали дети только с льготными категориями Родители, конечно же, были возмущены, кто в школу не попал Соответственно Просят звукорежиссер немножечко поближе к микрофону Да, хорошо Кто непосредственно рядом в школу не попал И мы когда собирались действительно с родителями рядом со школой И они показывали, что мы живем вот здесь, здесь, здесь И, соответственно, вот эти дома все смотрят на школу В эту школу они не попали Но пошла информация как раз в этот же день Прошла, что открыли два дополнительных класса в 25-й школе Три дополнительных класса в 39-й школе 39-я школа находится буквально в километре от 25-й А 39-я школа, я правильно понимаю, что это бывший интернат? Это железнодорожный техникум Ну не техникум, а железнодорожный Образовательный центр Как-то так он называется Да, 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 ну то есть там Это, можно сказать, школа То есть это не старая 39-я, которую, насколько я понимаю, там сносить собирались Или снесли уже? Ну там школа, отремонтированный дополнительный корпус Который дети учились, пока не было новой 25-й В принципе, я сама там была Ну это на 4-й пятилетке, да? Ну да, да Ну нормально Через дорогу, получается, от чистых прудов Дорожку надо перейти Ну да, надо будет перейти, да Ну в любом случае, то есть если так случилось, что места в школе нет А где-то учиться надо То в любом случае это вариант, наверное, выход в данной ситуации Чтобы не возить ребенка там, условно, в те же дороги Ну надо понимать, что тут родители кто-то хочет в новую школу В новую школу, в новое здание, с новым педсоставом, не знаю, какими-то ништяками Ну конечно, да, да, да То есть я сама попала в 25-ю школу, я прошлась И пока я шла по коридору по первому этажу до кабинета директора Очень все красиво, очень все прекрасно И мне бы очень хотелось учить, чтобы мои дети учились там в такой новой школе Ну конечно же, это невозможно для всех детей Потому что сами понимаем, что новых школ у нас единицы Ну и вот эта болевая точка у нас в чистых прудах, она давно существовала, назрела И если в том году хотя бы дети без льготных категорий еще попадали, то в этом году уже, к сожалению, никак не попали 37-я школа тоже, значит, в этом году таким же образом у нас не взяла всех детей по прописке 37-я школа, это, кстати, тоже отголосок чистых прудов Потому что много-много лет дети из чистых прудов стремились попасть в эту же 37-ю Потому что нам тут, в принципе, по Октябрьскому проспекту по пути И, в принципе, считается одной из хороших школ города Кирова Соответственно, братья и сестры теперь там учатся И уже младшие дети попадают по льготной категории, в принципе, не проживая в микрорайоне 37-й школы Есть несколько родителей, которые прям активно бьются за то, чтобы попасть в 37-ю школу Потому что в 37-й школе открыли дополнительный класс А вот детей, которые не попали в 37-ю школу, в 22-й школе, извиняюсь 22-я школа, это туда, к автосалону Гусар А, я поняла, по Горбуновой, да, вниз туда получается Вниз туда, то есть если, грубо говоря, ты живешь рядом с 37-й, да ты еще и первоклассник с рюкзаком Ну, наверное, проблематично будет туда пешком дойти Ну и проблематично, и страшно, извините Потому что там район-то такой, он как бы не совсем обжитой, я бы так сказала Ну, все равно люди живут, дети ходят Нет, 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 ну понятно, конечно, но все равно одного маленького ребенка Одно дело, извините, на Октябрьском проспекте, да, он вышел на остановке, перешел дорогу, пошел в школу Другое дело, если он идет вот куда-то далеко Получается вот так Больная точка, это у нас Коминтерн, 33-я школа Но она там уже очень много лет существует И очень много лет там обещали новую школу построить Вот она наконец-то строится в микрорайоне Долгушина Но, к сожалению, активной стройки не ведется Как она велась буквально полгода назад, несмотря на то, что разрешение на строительство получено Я сама там просто регулярно бываю, вижу, ну правда, как бы полная тишина Подождите, а в Чистых прудах, по-моему, нам тоже вторую школу обещали В Чистых прудах новая школа будет, но она будет не ранее, чем через два года То есть у нее там год постройки, получается, 24-й И, соответственно, в следующем году в Чистых прудах ситуация-то ничем не изменится А может, еще и хуже будет? Ну, единственный момент, что 25-я школа в следующем году будет выпускать много первых, четвертых классов Если там было, по-моему, 12 классов набрано Соответственно, за счет этого, возможно, первых классов наберут тоже много Понятно Может быть, как бы войдут уже все желающие В этом году критична такая точка Подождите, ну, то есть вот вы перечислили несколько адресов Я точно знаю, что есть история с центром города, да Где, ну, вот этот старый центр, условно, квадрат профсоюзная Ленина Ну, или там даже возьмем Казанская, да Улица Воровского там и вплоть до Карла Маркса То есть вот этот квартал, там все время были жалобы И когда была история со строительством, по-моему, жилого дома на Ленина 31 Тогда уже говорили, что здесь детям негде ходить в школу Потому что только 28-я, 24-я Кэппл, в который, конечно, не все попадают Нет, там нет начальной школы Вот, да, куда там детям, значит, да Тогда они построили, по-моему, с 24-й школой вопрос нерешенный В Шевелях нам обещали Я, насколько помню, в Шевелях школу пообещали построить 1 сентября 20-го мы должны были пойти в эту школу Ага Нет, это... Собирались строить, когда еще Никита Юрьевич был губернатором Мне кажется, что нет, активно начали, как бы, в любом случае предлагать Шевели при Шульгине А, при Шульгине, так Тогда как раз и Васильев еще приезжал в школу, смотрели И Васильев сказал, что невозможно учиться в таких условиях и нужна новая школа Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем 1 сентября 22-го года дети все так же ходят в эти бывшие ясли Да мало того, как 20 лет назад... Бывшие ясли это 24-я школа Это здание бывших яслей В свое время, если как бы вот исторически-то посмотреть Значит, у нас вот Кэппл, который находится на Казанской 43 Это была 24-я школа по микрорайону Потом, плавно-плавно, ну, это вот десятилетия назад, значит Поделили детей на умных и неумных И как бы умные остались... Не поливкорректно, так Умные остались в Кэппле, так скажем Все, кто не прошли собеседования, тестирования и так далее Их вот отправили в школу 24 по месту жительства в здание бывших яслей И в тот момент всегда говорили о том, что потерпите, это временный вариант Скоро будет решен этот вопрос 20 лет назад там еще и постройки-то как таковой нигде Здесь точно не было, можно было строить школу и строить Но не было финансов, не было желания, может быть, что-то еще И мы докатились вот в то, что мы имеем в любом случае То есть на площади, да, там не знаю, сколько там на самом деле площадь Ну, двухэтажное такое небольшое здание, да То есть на 10 кабинетов, причем там три из них Это маленькие кабинеты для иностранных языков Учится 700 детей И этим детям, грубо говоря, с заводской до московской Просто деваться-то некуда Это школа у них по прописке, по месту жительства И они должны туда идти То есть, соответственно, и родители туда заявления подают Кто как бы не хочет там учиться Или какие-то там у них варианты есть То есть максимально начинают прописываться какие-то другие школы И вот у нас как бы с нежным комнатой Получается ситуация, когда там Вот у вас там фиктивная прописка в 37-й школе Да, как вы там смеете и так далее, уступите место Ну вот родитель решил таким вот образом Проблему, там, условно, то есть там 24-й школа для себя лично Например, не знаю, то есть как бы Как снежный ком, да, мы к этому пришли Потому что 4 года назад, когда там дети 2016 года Они попадали в детские сады И очередь была 3000 человек, трех лет тогда Которые не попали в детский сад Это же было понятно, что через 4 года они все в школу придут Они в любом случае И не пришли Они пришли, да, вот как раз 15-й год в этом году пришел в школу Их много Это понятно, что будут сложности И мы, в принципе, глобально никаких решений не предпринимали То есть наш департамент образования Никаким образом эту проблему не решал Ну смотрите, они нам, ну как бы и говорят В общем-то мы видим, что строится новая школа Но только новая школа строится в микрорайонах массовой застройки Это правильно, это правильно То есть они там и должны быть Да, даже в микрорайонах массовой застройки Новых школ не хватает, судя по чистым образом Ну то есть если бы мы начали строить эти школы 4 года назад Когда вот мы все понимали, что через 4 года как раз дети в школу придут Мы, наверное, в этом году уже в школу пошли по месту жительства И все было бы нормально Но ведь мы начали-то их строить только вот сейчас Ну когда деньги дали, тогда и начали, скажут нам Ну то есть у нас ведь есть различные варианты, да, решения проблемы То есть там условно в наше время, когда мы учились, нам места не хватало Мы там ходили в соседний клуб, допустим, да То есть ну да, он там был чуть подальше нашей школы Ну не было вариантов, то есть места в школе тоже не было То есть какие-то такие вещи как-то решались Сейчас вот я, честно сказать, как бы и не слышу Ну я, насколько помню, вот из всего, что я видела С точки зрения, ну скажем так, переформатирования каких-то зданий под что-то, да Ну вот из последней повестки, это история с Пролетарской, да Где там сначала хотели переделать вот этот какой-то Пролетарской 11, по-моему УПК, да Да, когда хотели сначала переделать, потом в итоге решили сносить и заново строить В любом случае это реконструкция называется Потому что там места мало, как бы новое построить там было бы нельзя Мы реконструируем старое здание УПК Но что мы получаем, мы получаем, опять же, по-моему, было заявлено первоначально, что дети уже вот 1 сентября 22-го должны были пойти туда в первый класс Но там еще далеко все до окончания строительства И там в районе, по-моему, только 16-я школа Там 16-я, 20-я Которая тоже наполнена, переполнена Ну 16-я тоже не попали, тоже есть как бы звонки от родителей о том, что мы тоже не попали в 16-ю школу 20-я, в принципе, наверное, приняла всех желающих, но она просто большая школа сама по себе, как бы уже школа нормальная 16-я тоже как бы здание не совсем школы Ну, 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 уже такое, ну, небольшое Небольшое По современным меркам совсем небольшое Для мигданного микрорайона небольшое тоже Да, и выход тогда какой? Ну вот мы не очень понимаем, когда нам дадут денег на все Мы понимаем, что в центре города, и это все говорят, нет участков под строительство новых зданий Вот это то, что вы сейчас говорите, да, что по нормативу невозможно школу вписать в какой-то там, не знаю, маленький клочок земли, который могут нам выделить Тем более, что эти клочки, скорее всего, разобраны давно У них собственники есть, надо участки, если так, выкупать У нас остается выход только один, это переформатирование, как я понимаю, каких-то зданий существующих под что-то Это возможно? Мы предлагали несколько лет назад о том, чтобы давайте мы теруправление, хотя, конечно, это вот не популярная мера, но все же Хотя бы хоть немножечко приблизимся к решению этой проблемы, нехватка мест в школах Здание теруправления отдать под школы Вот теруправление Воровского, это Ленинский район У нас отлично пойдет в 37-ю школу, ну, то есть как раз там Слушайте, ну там, насколько я помню, там никакой вообще площадки, даже территории никакой нет В 37-ю она есть, а в 24-ю она есть Ну, немножко, вот в 24-ю я не представляю, в 37-ю представляю, там немножечко есть Это же ведь в любом случае получается не отдельная школа, это получается как бы филиалы школ Соответственно, в любом случае, то есть лицензию, понятно, что так просто это будет и не получить Вот именно филиалом, ну, это наше было предложение, то есть там это же Первомайская администрация, это 24-я школа То есть она... Первомайская администрация находится в здании, я знаю, где это, рядом с Федоровской церковью Там был какой-то образовательный центр детский в свое время Там было до образования детей, то есть да, конечно, там сейчас маленькие кабинеты, но как-то это все планируется решать Там большой актовый зал, который в 24-й школе и не снился даже То есть, да, наверное, 24-я школа когда-то использует его, ну, наверное, как-то договариваются Числав Николаевич, мне сейчас... А куда девать сотрудников администрации? Это куда? Дома пусть работают, но на домных офисах всех перевезти, так ведь невозможно Я думаю, что в данной ситуации можно найти какое-то решение Там, допустим, когда мы налоговую инспекцию с профсоюзной переселяли, да, то есть как бы там здание оставалось Ну, пожалуйста, вот здание там здесь Отдайте его детям, пусть дети там учатся, если это возможно и так далее То есть вопросов бы не было с переселением Но просто какие-то вот эти вот моменты передвижки, да, то есть тот же Кэппл, когда на свободе здание получил Сколько там, года 3-4 назад Почему, опять же, про 24-ю эту школу все забыли? Потому что здание было областным Но мы в одной вроде области-то все живем Но в городе проблема, правда, критичная И вот эти вот все какие-то вещи, которые происходят и делаются На них смотришь и понимаешь, ну, как быть с обычной-то школой Вот где там никто не ходит, не просит, там, да, не требует, ногами там, не топает Просто потому что родители работают там на заводе, например И у них просто физически нет времени Просто мы когда за 24-ю школу начинали, вот года 3 назад Вот эту активную деятельность с родителями Ведь много кому из родителей просто позвонили и намекнули, что Ты точно хочешь тут работать, продолжать? Вроде, если хочешь продолжать, ну, наверное, тебе активное действие придется по 24-ю школу закрыть Ну, были истории Подождите, то есть родители за детей, за своих борются, им запрещают в этот момент, что ли? Ну, им намекают Намекают, что это нехорошо, да? Помолчи? Ну, как бы, да Но, нет, так подождите, можно помолчать? Ну, тогда пусть пообещают те люди, которые предлагают помолчать, решить проблемы Нам пообещали, нам пообещали 1 сентября 2020 года школу в Шевелях, нам пообещали Причем, знаете, когда пообещали? Пообещали в марте 2018 года И как? А в марте 2018 года мы выбрали президента А, ну, понятно, да И про нас, как бы, можно сказать Забыли Часто так бывает, да, выборы какие-нибудь случаются Под них хорошо всего многое обещают А потом не сбывается Сейчас вот выборы в сентябре будут Наверное, можно что-то, но Я думаю, что, наверное, не совсем результативно будет Не знаю Смотрите, а вы говорили мне до перерыва о том, что есть, по-моему, еще какое-то здание там в центре, да Недалеко от 24 школы, которое тоже можно переформатировать Мы говорили про, всегда и давно говорим про рамки к с Ленина 25 Это как раз здание, в котором размещается институт Вот, честно сказать, студентам все равно, куда ездить В какую часть города им ездить и так далее То есть они не выбирают институт по прописке Они выбирают институт там по направлению, да Кому-то не повезет, кто рядом живет А кому-то, наоборот, повезет, кто там живет в другой стороне И туда институт переедет Но детей-то это спасет Но проблема-то, Ольга, в том, что в любом районе города практически Куда ни ткни, везде проблемы с устройством детей Даже в новых микрорайонах, где строится новая школа Ну да, а новый микрорайон в любом случае вообще, я считаю, нельзя строить Без вот изначальной социальной инфраструктуры Он должен параллельно строиться А у нас в любом случае сейчас, опять же, Метроград Вообще школы нет Те же Озерки, да, хотя ее там отторговали Но сейчас-то там бедная девятая школа Там вплоть до коморки за актовым залом Переформатировано все в классы Мастерские по трудам, все в классы уведено То есть потому что детей где-то надо учить Потому что, в принципе, там я сама девятую школу закончила Нас туда тоже было много Но не так Нет, у нас в классе было, я тоже Я училась в центре города, я училась в 58-й школе Которая ныне обещает построить пристрой Пытаюсь понять, где он будет Ну, представляю, видимо, там, где был приусадебный школьный участок У нас уже теплица не модная Сейчас пристрой нужно Да-да-да, будет пристрой Вот, у нас тоже была эта проблема То есть у нас было по 30 с лишним человек в классе Потом создали дополнительный пятый класс Из четырех, не двенадцатый, слава богу Застроили все рекреации Сделали перегородочки Там тоже были учебные классы И тоже бывало так, что не хватало места И сейчас в школах, я так понимаю, примерно такая же картина Но мы же быстро и не решим эту проблему никак Даже если вот прямо сейчас Власти решат, что нужно Просто ноги в руки взять список Составить из тех зданий, которые надо Переделать, переформатировать под школу Мы же понимаем, что это как раз вопрос Там двух, трех, четырех лет, не меньше Дети-то сейчас, которые в школу приходят Они приходят минимум на 9 лет Соответственно, ведь эти все 9 лет Они будут все учиться в тесноте В каких-то сложных условиях и так далее То есть в любом случае эту ситуацию как-то надо решать Лучше-то ведь она быстро-то не станет То есть если мы будем считать, что у нас сейчас Демографическая яма То есть детей будет меньше И нам в принципе ничего больше не надо Как вот этот период пережить? То есть в любом случае сейчас дети зашли И 9 лет они в школу зашли Ну на 9 лет Я не знаю, мне кажется, может быть Может через какое-то время все-таки Вот эта вот система Не знаю, дистанционного обучения Она каким-то образом внедрится в школьный план Я думаю, что не надо об этом говорить Потому что очень много противников Именно дистанционного образования Те, кто готов учиться дистанционно Как-то семейно не уходят на семейное образование Ну как бы эти люди есть И надо как бы По пальцам можно пересчитывать Ну конечно, это не в объеме Не 20% допустим от всех первоклассников Нет, нет, это намного меньше Дай бог там 1-2% Но эти люди есть все равно И нужно как бы, ну, наверное Поддержать их решение То есть было бы там неплохо Финансово тоже их поддержать Если они ушли в школу Забрав документы на семейное образование Как бы ведь государство у нас оплачивает Учащегося в школе То есть непосредственно школе Деньги предоставляются А вот когда вот ребенок в школу Не ходит, а дома учится И родители учат Или он в частную ходит в школу Или еще какая-то там история есть То мы никаким образом таких людей уже Как бы, ну, не то чтобы не поощряем Не финансируем Не поддерживаем Не поддерживаем, да То есть есть регионы, где есть практика Когда там, ну, допустим Ну, примерно процентов 30-40, наверное Родителю отдают Вот за год, да То сумма, которая будет на ребенка тратиться в школе А если он в школу не ходит И как бы непосредственно родители На эти деньги организовывают Свой образовательный процесс То есть сами находят репетиторов Учителей, договариваются Может быть, с теми же школьными учителями Да, чтобы ребенок занимался Где-то ходят в частную школу Где там, допустим, 5-7-10 человек в классе учатся То есть собираются, объединяются родители Так же точно, как бы Ну, кто считает, что это нормальный путь И для них это приемлемо То есть почему нет? Та проблема, которая стоит С записи в первые классы по прописке Вам, как кажется, надо ли каким-то образом Не знаю, ее решать? Я понимаю, что мы на федеральные льготы Вряд ли повлияем там, да Вот на все эти истории братья и сестры У нас просто история-то получается Что она вся федеральная То есть у нас региональных льгот Это педагоги и медики Их лишать как-то В данной истории То есть как бы мы их уберем Мы погоду-то не сделаем Конечно, максимально, что нужно делать Это вот приостанавливать Или как бы вообще убирать Эту льготность вот этих братьев и сестер Потому что, ну, как бы Мне не очень понятно Если брат и сестра прописаны в одном месте И пошли в школу по прописке Так ведь как бы аналогично, что Младший там ребенок все равно По прописке в школу пойдет В эту же самую И если так случилось, что ребенок Ходит в школу не по прописке И поэтому младший ребенок тоже должен идти Не по прописке Так почему должны дети Которые по прописке-то страдать То есть вот как бы Вот какой-то замкнутый круг Это я так понимаю Что такая история была сделана Больше под Москву Где там и школ, видимо, больше И как-то так получилось Что можно, в принципе, беспроблемно попасть Ну, хотя я тоже сомневаюсь Ну, в целом в Москве сложновато с логистикой То есть там понятно, что родителю Который везет ребенка в одну школу А в Москве возят Там дети самостоятельно Не знаю, разве что в ближайшую школу ходят Который везет одного ребенка сначала Там на другой В другой район Москвы Только таксистом работает родители Полтора часа там, да И потом он вот второго везет полтора часа А в другую школу Понятно, что да Для Москвы, вообще для большого города Наверное, это проблема То есть вот как родители-то сейчас Когда мы собирались Говорят о том, что хотя бы Проценты должны быть какие-то То есть там 50% льготников 50% нельготников В общем, как в институт мы поступаем Там 50% платных мест 50% бесплатных мест Как мы в поликлинику ходим по талончикам Кто-то по талончику А кто-то в очереди А кто-то в очереди Ну то есть хотя бы Хотя бы было понимание Ну я не знаю, конечно Насколько это вообще реализуемая идея Надо думать и считать Но вот на данный момент, конечно Когда ты вообще просто не знаешь Сколько перед тобой льготников И ты не понимаешь Первого апреля Куда тебе подавать заявление Потому что хватит тебе места Не хватит тебе места А школа тоже тебе не может сказать Да, они тебе могут сказать Что условно У нас будет там 100 братьев и сестер 150 мест А потом вдруг оказалось Что братьев и сестер Стало там 120-130 Ну ведь может быть такая история Может быть такая история И ты вроде с одной стороны На первое апреля думаешь Ага, я сделаю вот так А потом по факту Получилось совершенно по-другому И, конечно, очень печально Что с первого апреля Ведь школы прекрасно знали То есть что у них там С льготными категориями Некоторые школы открыто говорили Что будет вот так, так, так А какие-то сказали Вот только непосредственно К 4 июля Когда там у нас по закону Да, 4 июля Приказы вывешиваются И вот, допустим, та же 25-я школа Дети узнали только 4 июля Попали они или нет Серьезно? Да То есть вот непосредственно Почему вот этот весь бунт И начался вот сейчас Как раз в начале июля Вот 5-6 числа Потому что 6-го числа Можно было подавать заявление Не по прописке начинать Если подавать И как бы 4 июля Просто родители узнали Что они не попали И теперь им надо выбирать Из остающегося Из того, что осталось И вот еще опять же Получилась история Что хорошо вы к 4 июля Понимаете, что у вас Столько детей попало Столько не попало Так вы сразу вот 4 июля Откройте на сайте Там департамента образования О том, что вот такие школы Примут столько-то человек И родители сразу будут понимать Да, мне эта школа Более-менее подходит Я буду туда звонить, узнавать А крыть лесами Обзванивали все ближайшие школы И пытались понять Вообще возьмут их или не возьмут Ну вот смотрите, Ольга Мы сейчас с вами говорим О проблемах, которые достаточно глобальные И решения для них Наверное, тоже Ну такие глобальные То есть денег много требует Еще чего-то Если бы, например В Кирове существовала Какая-то система Доставки детей Из районов Из микрорайонов в школы Был какой-то, я не знаю Там школьный автобус Еще что-то Вот это помогло бы решить проблему То есть для родителей Условно возить ребенка В Дороничи Из чистых прудов Проблема в том Что им придется самим это делать А они ребенка боятся Там, да Отпустить одного Если бы вот такая была система Это позволило бы Даже как бы не то чтобы бояться То есть этих же первоклассников Мы должны еще и забирать сами То есть в любом случае Мы должны встречать и так далее То есть родители вариантов не остается То есть каким образом быть с работой Вообще непонятно По поводу школьного автобуса Вот как раз на встрече с Фрио Когда мы в фракции встречались Я предложила как раз вот эту вот идею Да, которая давно уже Вынашивалась и была Предлагалась Мне кажется, что это хорошая идея И она реализуема достаточно просто Да, вот именно в вот этих болевых точках Где действительно тот же Коминтерн Когда в 33-ю школу 60 человек попадает 50 льготников 10 обычных детей И было 190 заявлений А все остальные едут Либо на ДСК в 9-й Это 5 остановок Либо на Химик Это тоже там 5 остановок В другую сторону И это первый первоклассник Должен залезть в этот автобус Переполненный Потому что я представляю Что такое автобус Из Коминтерна Который идет в город То есть все поехали до работы И должен еще на Химике выйти И еще там дойти Немаленько пешком То есть, конечно, проблема Вот как бы была бы Действительно решена Если бы вот этот школьный автобус Был реализован, предоставлен То есть я со своей стороны Губернатору предложила Письмо написала Мне был ответ о том Что заявок от города нет И вроде как в следующем году Когда вот новые автобусы Будут поставлены То есть мы этот вопрос Как бы рассмотрим В рамках заявок Я городу снова написала письмо О том, что Рассмотрите такое предложение А пока ответа не было Ну посмотрим К чему мы придем И действительно какие-то Вот такие болевые точки В Ганино То есть там ребята С Луганской ездят Опять же чистые пруды Да, если бы там куда-то там Ну видите Не развозить чистые пруды Все равно сейчас поедут Разные школы Ну вот если условно там Нет, можно выбрать Две точки Где ты забираешь детей Условно вот время Место посадки в автобус И место высадки Где-то в центре города Откуда дети уже могут Добраться там Ну какими-то другими Видами транспорта По крайней мере Либо мы если знаем точно Что условно там То есть в 33 школу Дети не попали То мы в 33 школу Там в 7-40 Собираем детей на автобус Везем их там в 9 школу К 8 утра на урок А потом из этой же 9 школы Там во сколько они там Заканчивают в 11 часов Мы их снова собираем И везем снова к 33 школе И они уже там расходятся по домам Ну как-то так Маршрут между школой и школой Получается Ну между точкой и точкой Не знаю Но мне кажется Что это вот то Что реализуем И достаточно просто Мы ведь это еще Вот 4 года назад Когда в детские сады не попали И когда нам давали русское Мы говорили о том Что хорошо давайте Мы на театральную площадь Детей будем подвозить И там будет автобус С воспитателем Куда мы детей сдаем Подпись ставим о том Что мы сдали В автобус их в детский сад увозят А потом так же На театральную площадь Возвращают Да Почему нет Не согласились Да конечно нет Конечно нет Хотели мы с вами еще Про проблему продленки поговорить Ольга Если я понимаю правильно Да Но я вот по продленке Кстати говоря Это же тема такая Она тоже много лет обсуждается Надо не надо Хотят родители Не хотят Готовы не готовы То есть вот мы сейчас понимаем Да что детей Днем надо забирать Родителям первоклассников И непонятно что делать В этот момент с работой Если в школе продленка Это наверное для родителей Спасение Но это Насколько вообще реализуем Это не реальная история А потому что некуда Нету мест А потому что вторая смена Вторая смена пришла И конечно если бы мы условно Там далеко от дома Ребенка как-то утром Отвезли А вечером как-то забрали После продленки Ну еще может быть Наверное можно было бы жить Но просто физически некуда Но под продленку Там можно же построить Какие-то наверное небольшие здания Что же настроить Это что же финансовое положение Ресурсы Понятно но это же не школа То есть это какой-то не знаю Зал какой-то Разделенный на секции На сектора Наружу за собой потянет То есть что в продленке Они будут делать Просто играть Или уроки учить Соответственно Как-то там Кормить опять же Ведь надо будет То есть опять же Обеденная как бы зона Должна быть То есть на данный момент Мне кажется Это максимально нереальная история В Кирове В области Это возможно И нормально все реализуется Где там В районах Не так много детей осталось Есть школы С продленками Но их очень мало Ну даже та же Школа Воронцева Которая там Позиционировалась В том году еще Школой полного дня И в одну смену В этом году Уже две смены набирают Хорошая рождаемость Все жалуемся на демографию Мы как раз доросли Доросли до школы Ольга Трыкина В нашей студии Напоминаю Депутат законодательного Собрания Кировской области Председатель организации Родительский контроль От школьных тем Мы так потихонечку Переходим к темам Которые тоже с детьми связаны Но тем не менее Уже там других детей касаются Вы сказали про встречу В Рио губернатор Александром Соколовым И я так понимаю Что вопрос Вот этой вот Недоступности Первых классов Это был не единственный вопрос И продленка И транспорт школьный Это был не единственный вопрос У вас еще была Насколько я помню Идея с бесплатным Детским садом Для детей сотрудников Работающих в детских садах Тут я тоже запуталась Потому что Льготы были Для сотрудников детских садов То есть они могли Своего ребенка устроить В этот детский сад Или нет Не совсем об этом Я сейчас хочу сказать Я говорю о том Что когда дети сотрудников Ходят в детский сад В любой В тот где они работают сами Либо в какой-то другой То предоставить возможность Этим детям Ходить бесплатно То есть мы оплачиваем Вот уход И присмотр Это примерно Получается 174,98 Ну 175 рублей в день Примерно 3800 в месяц И сейчас Этой льготой у нас Пользуются помощники Воспитателей Это была льгота Сделана для того Что у них зарплаты Небольшие Никто идти не хотел И вот привлекали Таким образом Работать детские сады И я-то предлагаю Как раз таки Эту льготу расширить Для всех сотрудников Детских садов Потому что с зарплатами Там ситуация Тоже как бы Такая критичная И Александр Валентинович Поддержал А с кадрами ситуация Тоже критичная В детских садах Да Учитывая С кадрами тоже В детских садах Не все прям так Шикарно и хорошо Как бы кадры есть Ну это действительно Наверное Уже в большей степени Какие-то идейные люди Которые готовы Работать с детьми Ну те зарплаты Которые они там получают Ну наверное Все-таки Они достойны большего Вот И это просто Как одна из мер поддержки Было с моей стороны Вот предложение И надо сказать Что Не знаю Я надеюсь Что мы все-таки Придем к рациональному решению Опросы в детских садах Проводили Вот после моего предложения Этого опроса проводили Сколько действительно У сотрудников детей Ходят в детские сады Много? Я не знаю Я пока этой цифры не знаю У меня пока жду ответа Как раз от администрации города В любом случае Ну как бы я в своем садике Там разговаривала Мне сказали Там у нас у одного сотрудника Ребенок ходит Ну этим мы ему поможем То есть Ну нет бюджет От того Что там они будут детей Ну кормить по факту А оплачивать Это будет бюджет Это бюджет города Бюджет города То есть не бюджет Там учреждения Например Нет-нет-нет Это бюджет города Оплачивают То есть как бы Вот как раз так Так же точно как За детей Нянечек Да Оплачивают бюджет Просто как бы Эта сумма вырастет И будут там Все дети сотрудников Возможно Вполне возможно Ведь смотрите По факту получается Что там условно Воспитатели получают 20 тысяч рублей Из них 3 800 Он платит за ребенка Если там Он у него ходит А если два ребенка То соответственно Там два раза на 3 800 Уже там почти 8 тысяч А тут по факту То есть у него в бюджете Эти 3 800 останется В его семейном бюджете То есть вот мы по факту Не увеличивая зарплату Да То есть как нам все говорят Что финансов нет Бюджета нет Хотя надо Мы помогаем Хотя бы вот так Понятно И еще было одно Предложение Вами сделано Насколько я понимаю Или еще одна проблема Обсуждалась Это проблема С премиями Либо выплатами Во-первых Детям Победителям Олимпиад И стубальникам Да Если я верно понимаю Нет Мы говорили именно Про детей Олимпиадников Всероссийских Международных уровней Олимпиады То есть вот И И Для педагогов Которые этих детей Выучили Детей стубальников Детей стубальников Понятно То есть вот Путаница такая Об этом мы поговорим После перерыва У нас сейчас реклама По регламенту И через полминутки Мы вернемся Особое мнение На 101FM Возвращаемся в эфир Ольга Трыкина У нас в гостях Депутат Законодательного собрания Кировской области Председатель организации Родительский контроль Остановились на выплатах Для победителей Всероссийских Олимпиад И выплатах Учителям Которые воспитали Учеников Стубальников Скажем так Насколько я помню Премии для ребят Победителей Олимпиад Когда-то существовали В нашем регионе Потом их По-моему Убрали Не знаю И вот Насколько Опять я помню Разговоры о том Что Чтобы их вернуть Они тоже Периодически возникают А бюджет Я так понимаю Говорит Денег нет Или не надо Бюджет конечно Не резиновый Но в любом случае Мы на какие-то Меры деньги находим Тут как бы у нас Мера не так и дорога В итоге получится Примерно 2-3 миллиона На год Мы говорим о том Что не так много У нас победителей Всероссийских Международных Олимпиад Но дети действительно Талантливые Дети действительно Живут там Воспитываются в регионе Учатся в наших школах И поддерживают А потом Ольгу Уезжают Ну тогда Можно вообще В принципе Ничего и никого Не поддерживать И не помогать Потому что Так если Как бы рассуждать То в принципе Могут уехать все Ну конечно Вот поэтому Я считаю Что даже если Они потом уедут У них всегда Будет мысль о том Что смотрите Регион-то меня любит И когда они там Получат хорошее образование Какого-то там Международное И так далее А почему Может быть они и вернутся Может быть Семьи уже там К тому моменту Появятся То есть как бы Внутри да Региона Это то есть Вопрос-то может быть Не про то Что мы их пытаемся Оставить вот этими деньгами А то что мы их видим Знаем Слышим И что они молодцы И действительно Ну как бы Заслуживают Вот этого внимания С нашей стороны И про учителей Тоже я хотела бы Отдельно Как бы вот Эта история Появилась После того Как мы начали Результаты ЕГЭ Получать То есть в этом году ФМЛ у нас там Очень классные результаты Когда у нас там Один учитель Дал 12 человек Со 100 баллов По математике Я очень надеюсь Что она получила Что-то больше Нежели благодарность От правительства Кировской области Я надеюсь Что-то все-таки Каким-то финансовым Вложением Было подкреплено Ведь четко Ведь мы понимаем Что Ну наверное Этого учителя Будут всячески Переманивать Куда-то дальше В другие регионы В другие регионы Да То есть там Где финансовая Наверное Стабильность Или он сам Об этом Задумается Даже дело Не в стабильности Финансовой А в том Что в принципе Если заинтересоваться Вопросом Посмотреть Погуглить Условно Вакансии учителей Даже в обычных Общеобразовательных Школах Москвы С определенным опытом То надо понимать Что туда Человек приехав Он будет получать Ну не знаю Тысяч 70 Наверное Если не больше Да В месяц По факту да Пусть даже он заплатит 30-35 за аренду квартиры Вот Но это будет город Все в сравнении Конечно То есть И вопрос ведь Конечно Еще и молодости И насколько Там уже Тут корни Да Приросли И желание переехать Вообще есть А в принципе То есть это тоже И люди Которых мы должны Как-то стимулировать Оставаться в Кировской области И работать здесь И работать здесь Чтобы было желание Дальше воспитывать Вот этих детей Ребят Готовить И в следующем году Результаты были не хуже А по факту Ну да здорово Результат хороший А в следующем году Сказать ну а что Ну как-то подготовлю Ну кто-то на энтузиазме Конечно это делает Ну как я брошу своих детей Кто-то говорит Да это же мои дети Как я их брошу Мы же с ними Мы же с ними много лет Поощрим и поддержим Таких педагогов Хуже-то точно не будет Ну я не знаю Вы ответ получили Это ведь тоже был вопрос Который вы Насколько понимаю Срок в 30 дней Пока не прошел Поэтому жду Хотя в принципе Должны отвечать за 10 Видимо Все в отпусках Все понятно Лето на дворе Все отдыхают Возвращаясь К истории С Александром Соколовым Там да Вот недавно совершенно По-моему Это в пятницу даже было Было предложено Расширить гарантии Для детей-сирот Я увидела эту тему И поняла Что она такая Не совсем однозначная То есть с одной стороны Вроде как логично Объясняется следующим образом Если ребенок-сирота До 23 лет Не получил жилье Которое предоставляется Ему государством Должно предоставляться И тут я тоже понимаю А что это за дети такие Вроде 18 лет Должно предоставить Он имеет право Взять не жильем А деньгами Да? На жилье На жилье Да И дальше он покупает Это жилье уже в собственность Как говорит Александр Соколов В этом есть логика Человек в 23 года Может быть уже Во-первых он может С кем-то скооперироваться Возможно там уже Молодая семья народилась То есть он уже С кем-то в брак вступил И чуть ли может быть И не родителем стал К этому моменту Он может выбирать Какой-то район Не тот в котором строится Вот это вот Муниципальное жилье Для детей-сирот Мы видим там Это в основном Все-таки Тоже новые микрорайоны В Урванцево В Ленгасово В Коминтерне Где-то там вот строится Да тоже Он может выбрать Вариант себе Где ему удобнее Вот логично Насколько я помню Когда принималось решение О том чтобы вообще Вот эту норму ввести Для детей-сирот Очень много говорилось О том что не надо Оформлять им жилье В собственность Потому что ребята Которые вышли Из детского дома И всегда были Под присмотром Условно говоря Там да в этой организации Они не очень пока еще Понимают Как можно обращаться С деньгами Очень часто бывает так Что они это жилье продают И тогда была введена Вот эта вот норма Пятилетняя по-моему Да Когда жилье еще Не в собственности А в найме И продать ее человек Его человек не может В течение 5 лет В течение 5 лет То есть тоже до 23 лет Получается так То есть единственное Что я здесь Как раз в этом законопроекте Услышала О том что Не все дети 23 года У нас обеспечены жильем Раз как бы Такая необходимость И потребность Возникла И еще как бы Надо здесь Такой момент Обратить внимание На то что Значит квартира Положен 26 квадратов Скорее всего не больше Не менее 26 квадратов Но обычно 26 квадратов Такие строят Вот непосредственно Ну студии строят Студии вот эти да И расчетная стоимость За квадрат Вот если вот я правильно Как бы увидела Да То есть во всех этих Постановлениях От 27 до 34 тысяч рублей Большой привет сейчас Из 2022 года Какому-нибудь 2015 Куда-нибудь туда Вот мы адресуем Поэтому много ли мы сможем Купить в принципе Жилья Ну да Даже те же 26 квадратов Ну где-то в центре города Ну тысяч за 600 А то есть вы думаете Что человеку будут Из расчета вот этого Выдавать деньги И он за 600 тысяч Он даже комнату не купит Конечно Да То есть он в любом случае Больше не получит Если у него есть Какие-то свои накопления К 23 годам Он может добавить И непосредственно купить И если он там Объединится Ну то есть тоже Надо просто понять Как они там будут объединяться И насколько это можно было Два сертификата в одну квартиру Вложить Тоже наверное вопрос Такой еще интересный Вот И самое главное Что меня как бы вот Смутило Что ежегодно Правом на получение Социальной выплаты Может воспользоваться Порядка 10 человек А очередь Где-то в другом Из документов Как бы я видела Там порядка Двух с половиной тысяч Ага Я не очень пока Как бы ну понимаю Насколько мы действительно Решим данные Вот мерой поддержки Вот эту проблему Не получится ли Что это опять же Вот исключительно Ну какая-то такая Предвыборная история А эта норма у вас Будет обсуждаться Насколько мы уже На этой неделе Да 14 июля То есть ну Ну я думаю Что на ваши вопросы Кто-то ответит Ну да Во время заседания Вы в первом чтении Будете обсуждать Да То есть еще возможно Там что-то изменять Вот Ну и давайте уж О приятном Под занавес программы Поговорим Я не знаю Конечно Это вот тоже Подарок такой Для того чтобы Молодежь И только родившиеся Кировчане понимали Что о них заботятся О них думают Это так называемая Коробка Подарок новорожденному Коробка новорожденному По-разному называют Значит тоже Эта инициатива Вот Озвучена была Буквально недавно С 1 сентября Начнут Вручать подарочные наборы Родителям Установителям Или опекунам Вот совсем Совсем Только что Появившимся Малыша При выписке Из роддома В подарочном наборе Как нам обещают Будут постельные Принадлежности Одежда Средства для купания Гигиен Также необходимые На первое время Предметы Вещи в наборе Будут универсальными Изготовленными Из гипоаллергенных И безопасных материалов Рассказывают В областном правительстве Один раз можно будет Получить этот подарок Не очень На ребенка Один раз Да То есть Если у тебя Второй, третий Появляется Ты тоже можешь На это претендовать Не знаю Разовая это история Или не разовая Но вот здесь Тоже вопрос Я так понимаю Что пока траты Затраты на это Не посчитаны Посчитаны Да Но это мы 25 миллионов Только с сентября По декабрь 22 Соответственно Если мы будем Греть полный год То это 75 миллионов Так И ну Сейчас наверное Меня тоже Будут обвинять То есть я вижу Что эти деньги Наверное В нашем регионе Есть куда потратить В более Такие Необходимые вещи Вам не кажется Что это вообще Предвыборная Какая история Извините Так и кажется Да не кажется Так и есть То есть И конечно Там я почитала Комментарии То есть я свое Это мнение сформировала То есть я посмотрела Что маму пишут Восторженные отзывы Да я конечно Могу понять Будущую маму Не мы все видим Этот восторг Да нам же приводили Примеры в некоторых регионах Это есть Да Ну люди действительно рады Наверное Наверное рады все Даже если ты там Не знаю Эти пеленки Куда-то в шкафчик положишь И не будешь имя пользоваться До следующего Если они будут лежать Что у всех разные потребности Если там памперсы дадут Одни этим пользуются Другими не пользуются То есть И как бы Это действительно Вот по потребности 8600 Между прочим Вот эта вот Одна коробка будет Слой И если бы условно Там эти 8600 Дали деньгами Ну наверное бы Многие мамы Не все конечно же Многие мамы Мы эти деньги Более потратили Рационально Там конкретно Для своего малыша Может быть соглашусь Что деньгами давать не надо Потому что есть у нас Как бы семьи Которые Дайте сертификатами Рожают Ради детей Ради денег К сожалению Вот Я считаю Что может быть Можно же давать сертификатом В какой-то магазин Детской одежды Например Ну вот Не знаю Или в какое-то Какое-то предприятие Которое у нас Производит детскую косметику Если тут говорится Про гипоаллергену Я знаю Там у нас в Кирове Есть производители Кто природную косметику делает Дайте сертификаты тогда Нет Тоже будут продавать На Авито Спорные Да Будут продавать на Авито И Давайте не 8600 Давайте 1000 рублей Грубо говоря Возьмем такую Тот же электронный термометр И то Хотя вот Я за свою практику За двух детей Все равно пришла к ртутному И электронными не пользуюсь То есть вообще Насколько действительно Это будет В обиходе использоваться А не так что А ну да Подарили коробку Вон там Где-то она там валяется Вот эта одежда Мне зачем не нужна Ну одежда Это мне кажется Самая спорная В этой истории Самый спорный пункт В этом списке Да и пеленки тоже Потому что все Предпочитают разные То есть если еще Вот если бы То есть я бы Какое-то решение принимала Я бы эти 25 миллионов Потратила бы Мне кажется С большей пользой Мне кажется В большей пользой То есть эти же самые дети Придут в детский сад Там условно Там в 2-3 года И наверное Было бы лучше Если бы мы эти 25 миллионов Потратили на ту же модернизацию Там пищеблоков В этих же детских садах Там покупку новых кроватей Новых шкафчиков Стульчиков И так далее Потому что в любом случае Эти дети придут в детский сад И когда они увидят Ну не во всех Но во многих детских садах То что сейчас есть И с них начнут просить деньги Там на линолеум На что-то там еще Они же будут Как бы ну недовольны И будут говорить о том Что а почему Государство нас не обеспечивают Но вам подарили вот коробку На 8600 Когда вы родились И опять же вопрос еще в том Что с 1 сентября А ребята которые в августе родятся Что почему Они не достойны А не получат Не получат Вот все у нас вот так Я тоже в свое время Кстати не получила Льгот Ну как там она была Субсидию За непосещение детского сада С полутора до трех Потому что мой ребенок Родился 20 июля А не 1 сентября Понятно Обидно Мне кажется В этот момент Конечно очень обидно Ну не знаю Спорная конечно история Но Ну нет Кого-то она порадует Я вас понимаю Да С другой стороны Я понимаю конечно Наверное тех родителей Которые будут рады Подарку Подарку всегда Все рады Ну у нас остается Насколько я понимаю Минута до конца эфира Две минуты Давайте очень коротко Про праздник Любви, семьи и верности Который в этом году Официально уже Решили отмечать И даже были предложения Сделать его выходным днем Как вы к этому относитесь Выходным-то днем Я точно считаю Что делать не надо Слишком много у нас Выходных дней То есть давайте мы Хотя если хотим Мы сделать выходным днем Давайте делать за счет Каких-то других Выходных дней Сокращая там Майские или январские праздники А так конечно Праздник Есть праздник Хороший праздник Яркий Ну как бы такой Семейный праздник А нужен ли он Дополнительно У нас же столько Вот не знаю Там день матери День отца Ну почему нет Если вот это вот просто Такой Как Сказать о том Что сегодня день семьи Любви и верности Лишний раз там Друг друга в семье Поздравят Лишний раз Обратят на это внимание Я не знаю Мне кажется Это каждый день Должно быть Что значит Лишний раз Общество Быт засасывает Почему нет Я не вижу Ничего такого критичного Но как бы Именно что Это должен быть выходной день Не согласны Я не считаю Что так должно быть Понятно День семьи Любви и верности Он в том числе И про то Что ты должен Деньги зарабатывать На содержание Своей семьи Своих детей На поддержку близких Так что работайте Нечего отдыхать Спасибо большое Ольге Трыкиной Депутату законодательного собрания И председателю ассоциации Родительский контроль Мы особое мнение На этом завершаем До свидания Особое мнение На 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин